едем в альгамбру в альгамбру поехали на такси такси примерно обойдется вам 7 8 евро в общем за 10 евро легко доехали до альгамбры у нас еще было время и мы зашли выпить кофе в какой-то ресторан расположенный рядом со входом в альгамбру чудесный ресторан с рыбками чтобы попасть в альгамбру можно идти пешком в гору или ехать на автобусе но мы забыли какой номер автобуса довезет до альгамбры если бы мы пошли пешком то у нас вряд ли остались бы силы еще ходить по альгамбре и документы взяли да при посещении альгамбры обязательно необходимо иметь документы удостоверяющие вашу личность нашем случае у нас были паспорта их сканировали при входе древние арыки по которым течет вода в альгамбру во времена арабского владычества в горах были проделаны туннели по которым непрерывно поступала вода для орошения садов огородов и для фонтанов и бассейнов в те далекие времена здесь существовала канализация уже к этому времени забытая в западной европе после развала римской империи в европе наступили темные века единственный очаг цивилизации в европе существовал в андалусии благодаря присутствию здесь мусульман позже развитие в западной европе началось отчасти из этих мест работы древнегреческих писателей и ученых были переведены с арабского языка да и цифры которыми мы сейчас все пользуемся пришли тоже от арабов без гида в альгамбру советуют не посещать можно тупо заблудиться представляете какой-то огромный комплекс сооружений наш гид алим акимов с большим вдохновением рассказал и провел нас по достопримечательностям альгамбры ссылка на веб-сайт алима акимова будет под видео или qr код на экране но здесь лотос называют но может быть или это же самое здесь им написать индийский лотос здесь вы видите интерпретация такого арабского фонтанщика с ним небольшим напором воды а там вы видите итальянский вот это для меня это ближе к вам да но он на это рассчитан вот это желчание вида невероятная вот он средневековый город исламский евро и еще и сам кремлем исламский нью-йоркский историк олег граббер сравнил альгамбру с кремлем в европе ничего больше сады хинер алифе это зеленый оазис в сердце альгамбры который воплощает гармонию природы и архитектуры этот великолепный ансамбль садов и дворцов был создан для отдыха и созерцания став местом уединения для нас ритских монархов тханат аль ариф звучит на арабском что означает сад архитектора в саду растет великое множество различных растений дикий апельсин на вкус горький созревает в конце ноября в начале декабря те апельсины которые повсеместно знакомы нам появились лишь в восемнадцатом веке в результате селекции как отличить дикий апельсин это говорит о том что горький апельсин арабы завезли десятом веке европу в 15 веке уже появляется яд уже сладкий апельсин но в том виде который мы привыкли есть апельсины они только восемь до восемнадцатом веке стали появляться вообще по большей части крупные овощи 17-18 век когда начинает прививать и создавать селекцию выходили стен у них ворота железные так называют седлали лошадей спускались чуть вниз там как овраг идет и потом поднимались подъем по этой дороге и ходили сюда свой дворец загородная резиденция мира дворец генералифа генералифа происходит от двух арабских слов джанат аляри джанат а то сады аляриф архитектов или познавших арабского языка в принципе можно привести как познавших сады познавших в любом случае все связано вот здесь они спешились да они забрали поняну лошадь и оставляли водопой а там вот они интерпретации витячих садов удивительная гармония архитектуры комплекса альгамбры ее красота изысканность и особая поэтичность настолько пленительны что даже христианские завоеватели изгнав из гранады последнего мусульманского правителя не посмели разрушить этот памятник арабской культуры рассказывают что когда побежденный хозяин альгамбры буабдиль сдал город покидая его не смог сдержать слезу заметив это мать сказала ему оплакивай как женщина то что не смог защитить как мужчина это балкончик типичный восточный балкон дворцовый бельведер нужно сейчас сидеть один стоите то ваш взгляд направляется на ходы они создали мастерских а потом выливали из них узложницы а потом заливали раствор и делали немножко плиток красили мы их видели как-то и крепили а потом как бы заканчивали работу уже когда они были составлены да то есть когда их собрали затирали что-то что-то еще нужно было вырезать чтобы создавал впечатление что это все не на ритме особенно на углах все это так здесь везде повторяется вот то что вы смотрите про то что вы сейчас в мать написано нет победителя кроме Аллаха спускаемся вниз смотрим вот там где люди гуляют вот на этой башне еще туда все это была дворцовая часть там находилось 7 комплексов дворцов нет смысла перечислять все достопримечательности альгамбры бесчисленные залы помещения и покои насридов все они поразительны и великолепны каждая деталь в них каждый элемент можно рассматривать бесконечно долго как отдельно так и в комплексе мраморные колонны напоминающие тонкие стволы деревьев соединенные между собой разнообразными по форме арками и сводами создают игру света и тени над залитыми солнцем двориками а спокойно говори мудро будь краток и уйдешь с мира а почему они подходили к этой нише там здесь стоял кучин с водой символ приветствия здесь стояли флакончики с духами мобильные цветы или сухопов или фрукты называется так испанцы испанцы например касса называют так от арабской или там шкафчик так и не я да а нет касса тоже такие ну не важно это все происходит от арабского стола эти тексты это не геометрия это не просто где-то там рисунки это куфийская вязь она еще более сложная чем магрибская к которой мы привыкли там обязательно должны стоять диски свинца в этой части здесь нам сказать вот внизу он виден видите он железо да кусочек технику у византийца здесь он давал аудиенции поэтому посчитали там разу то есть он предупреждал сразу людей да будь краток и уйдешь с миром да короткие родственники смотрите вы отсюда сейчас видите внизу восточный вакцент вон 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 это 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 их родственники жили там прямо напротив внизу видите где люди ходят 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 там кстати причем два дома говорит один дом один дом ну не важно это родственники наследов определено и это как наследов а так вот до сих пор в Альбайсине встречаются дома именно в той эпохе недороге так генда о сухом кипарисе в Альгамбре по преданию жена султана Баабдила влюбилась в одного из знатных арабов и встречалась с ним под деревом про измену доложили владыке тогда он выследил влюбленную пару у кипариса. Поймать соперника Баабдил не сумел, но заметил на его щите желтого льва – герб семьи Абенцирахе. Наутро все взрослые мужчины этого рода были обезглавлены. В подтверждение этой истории на знаменитом дереве висит табличка, которая гласит «Этот кипарис видел историю любви жены султана Баабдила и кабальеро из рода Абенцирахов». Не имеется. Здесь всегда были сады, террасы, но это уже французские сады. А это вот синий, который цветут в Афеле до появления листьев, а потом еще раз цветут. А мы видим на правой половине жак промокет, там желтый миндаль. Ягоды, кстати, красные, они как раз и не ядовитые, а вот косточка – да. Хвоя, дара этого дерева – все ядовито. Говорят, вместо ботокса можно просто вот так потыкать, я и скажу, не плохо становится. Растягивается кожа лица. Да, добавляли не может свежего вина, то я бы нейтрализовался, поэтому всегда нужно освежать винные бокалы. Ну, почаще, чтобы ездить. А вот это анчар? Это анчар? Каштан? Это каштан индийский, несъедобный. Вот если дерево любви. Смотрите. Имеет форму сердечка. Ну, наверное, не самый лучший пример, почему-то они еще маленькие. А второе название этого дерева – это дерево Иудина. Потому что на таком дереве появится и не на этом, естественно, а на земле не обетованной. А вообще его по-русски, по-моему, церковь называется. Оно цветет очень красивыми, мелкими фиолетовыми или сиреневыми цветочками до появления есть. То есть все детства покрываются. В 1810 году Гранада была оккупирована войсками Наполеона. Два года они хозяйничали в Гранаде, когда они уходили из города. Они разрушили многие исторические здания восточной архитектуры. В немалой степени досталось и крепости Аль-Гамре. Здесь размещались древние печи для обжига кирпича и главным образом – плитки. Позже португальцы переняли это ремесло у арабов. И сейчас мы его знаем как Азулежу – расписанную глиняную плитку, которую практически везде можно увидеть в Португалии. Внутри и снаружи – церквей, дворцов, обычных домов, школ. И занимались тем же, тем, что и мусульмане – обжигом плитки. Вот. А там печи у них находились, да? Вначале делали обжиг глины, потом покрывали ее пигментами, одноцветными, да? Потом по сторону обжиг. Якобы даже там есть какой-то пунель. А там, видите, фотографию. Это из музея. Вот так уйдет трон. Впереди виден дворец Карла Пятого. Или Карлоса Пятого. Так звучит. На месте мечети построили эту церковь. На месте мечети построили эту церковь. Смотрите. Здесь находится ворота, которые называются Винными. Это ворота начала 14 века. Это самые старые ворота, которые можно встретить в Вальгамре. Но они внутренние. Вы это сейчас поймете? Да. Вот так вот. Главные ворота мы их в конце увидим. Ворота правосудия. То есть нужно было пройти через них. Они зигзагом идут. Может быть, ограничить вход и защитить его лучше. А здесь напрямую. Потому что эти ворота контролировали вход в Медину. Медина там у нас остается в той самой стоящей городе. В основном восточном стиле. Слева у нас остается крепость. Самая старая часть Альгамбры, построенная на холме Ласабика, называется... Альгасабы. Это крепость со множеством башен. Там находится крепость. Крепость Моханга Первого, где он жил. Жил прямо в этой башне. Оттуда виды открывается. Если хотите, потом зайдем. Иногда еще даже цветет мелко. В этой части у них уже находился небольшой медресе для принца. А так, в принципе, вот этот дворец, который называется Мишвар. Это... Если переводить название Альгамбра с арабского буквально, то получится Красный замок. По поводу того, почему он получил именно такое название. Ведутся споры. По одной из версий, Красным замок называли из-за особого цвета глины, высушенной на солнце. Из которого и построены здания. По другой версии, красноватые отблески давали пламена факелов, которые долгие годы освещали замок во время строительства. Но в реальности стены покрывались штукатуркой из извести белого цвета. Вот как выглядит Альгамбра после захода солнца. Подсвеченный множеством огней. Несмотря на то, что ее называют Красным. Да? Красным городом. Аль-Хамда. Да? Угу. Они всегда обилили стены, да? Они всегда использовали гашеные известия. Они использовали очень мелкий песок. Смешивали с гашеной известией и штукатурой. Поэтому все было белым. Можно поймать? Кирпич, гипсовая лепнина, дерево и керамика. Вот основные материалы, из которых сделан дворец. Дворец Насридов. Опять на входе отсканировали наши паспорта. Мы находимся в первом дворце. Дворец Насридов. Там мы рассказываем о штангах главных флот. Центральной части купол. До строительства второго этажа. Именно через него сюда пополнил свет. Через морит. То есть зима. Смотри. Смотри. Всегда дерево. Наборное. В них все наборное. Все цвета. Ярко. В основном, где для вас лежу синее. Лыжные плитки или мрамор. Сохрань, про которую я рассказывал. Это настоящие мозаики. При Чарного Вальгамбе можно встретить все 17 групп мозаик. Которые можно вывести на... К примеру. Простите. Да, да. А процесс текста вот так даже лучше справа. Да, да. На левую. Там она не воспаляет бога. И теперь именно украшение. А здесь, вы видите, подталкивает. Дорога. Цветные. Это песни. Смотри. Назай. Назаки. Тайга. Робеса. Цветные. Мы сами использовали синий цвет. Это голубая афганская лазурь. Которая строила... Да, лазурь. И завтра местом образовались все времена. Средневековье. Что мы стоим? Зеленый цвет. Таких живут по-нашему. Синий. Шторы еще. Шторы красные. Вышатые из лат именителя. Шелковые. Да. Предходят все. Это как шатер. Поэтому он всегда должен быть затемненным. Освещали они его или вот этим помешанным светом. Да. Который через решетку какая-то. Такие фокусы везде. А вот это вот европейские. В стенах. И также лампы. У нас на эту ману. Строгий внешний вид альгамбры скрывает интерьер. В котором вся красота заключена в обильном полихромном декоре. А отражение огней, водные простыни и фонтаны создают изысканную атмосферу. Но символа. Смотрите. Герб императора Карла Пятого. Два столпа. Красота альгамбры основана на геометрии. Все выглядит исключительно пропорционально и симметрично. Залы, дворы, стены, арки, потолки. Все построено с учетом математических пропорций и симметрии. Дворы. Дворы. Владимир. Владимир. Учитель. Затем всего. Вот с этого момента начинается все самое интересное. Да? Смотрите. Перед вами находится фасад следующего дворца. Дворца Комарос, который мы скоро увидим. А пока заходим сюда. Я собрала администрация. Но я собрала, но я собрала. И одна встреча из Абылы с Харстофором Коломбо, произошла. Это, конечно, легенда, ну кто знает? Почему мы не? Посмотрите на этот патолог. Он был представлен по-христианскому, наборный арамский патолог классический. Но мотивы, как говорится, такие античные, простые позолоченные. Поэтому и такой называется золотой 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 золотой. Только в XIX веке стало известно, что плоские мозаики, составленные из повторяющихся узоров, принадлежат 17 различным группам симметрии, исчерпывающим все существенно различные способы заполнения узорами двумерного пространства. Все это было украшено арабесками. Все это было в ярких цветах. Элементами этих групп являются операции, производимые с одной и той же фундаментальной областью, перемещение ее в плоскости, поворот или отражение в зеркале. Группы симметрии играют очень важную роль в кристаллографии. И оказалось, что искусство разрисовывания плоскости повторяющимся орнаментом достигло своего расцвета именно в Испании в XIII веке, когда мавры использовали все 17 групп симметрии, изощряясь в украшении альгамбры. И это единственный памятник, построенный до появления теории групп, где присутствуют все 17 групп симметрии на плоскости. И даже поэзия написана на этом попыте. Чаще ее звучит так. На моей голове висит корона, восток, взрывает запад. Запад мой интерес считает, сколько они богатых, что восток, взрывает. Этот фасад был построен в 1369 году, после того, как в 1968 году они обратно себе вернули контроль над офисиром. Это форт, который находится прямо рядом с Гебралтаром, на Гебралтаре. А это значит контроль над этим проливом. Это значит ключи от Средиземного моря. Как раз вот эту попе, они описывают поэзию. Поэтому, когда мы зайдем во дворец, там 12 строк поэзии можно почитать. Не раз. Вот как все двухмером пространства, они урожают и природу, и какой-то, не знаю, здесь то ли желудь, то ли это веточка бутончиками макбаля. Да, то есть двухмером пространства срезаны. Вообще все, что мы здесь видим, представлено двухмером пространства на стенах. Здесь мы видим геометрические фигуры, которые, возможно, что символизируют порядок Вселенной. Действительные мотивы, которые символизируют порядок природы, да, и тексты, которые, возможно, изображают, через текст изображают люди. Цвета, мраморная, полы мраморная. Самая яркая, которая вас ослепляет, и только после этого вы приходите в тронезавод. Ослепленная этой красотой. И солнце, да. Что ли они считали? Парезия. И там, друзья, можно считать, примерно 10 тысяч краплений. То, что сохранилось. То, что сохранилось. Здесь сидел писак. Это кальков наружный. Ну, здесь мы еще один стиль видим. Это свод с макарабами, с мукарами. Голландский художник, абстрактный, по-моему, убийцу, по-моему, убийцу. Эшер, его зовут. Он работает по абстрактной стиле, работает с членом математичным. Здесь чуть-чуть математичный, Саша, когда он... Все 17 типов макарабов, да? Смотри, даже на те фигурки, они как бы раз, два, раз, два. И так до бесконечности можно продолжать. В этом, почему я... Почему я вот... Многоугольник. Кругов вы никогда не увидите, потому что они просто не будут сходиться друг с другом. Да? Будет пространство оставаться. А здесь они заполняют полностью пространство, которое можно переносить так как, так лево, вверх-вниз, вращать его. Это реально, можно сказать, улажняет его. Более приятно, более прохладно. Этот зал становится. Здесь на 5-7 градусов температура опускается, благодаря вот этому водоему. Ну, вот видите, он начинает чувствовать намного лучше. Чувствую. Сейчас он находится в одном золе, возможно, даже это в спальне Аймир. А за мной он превращал в поиск, как из-за ожидания. Очень помню. Там туалет, кстати. Оригинальный туалет, в таком плане Аймиро, к сожалению, закрыл. Так что не знаю, у нас было. Естественно, нижняя часть еды изменилась сильно. Кстати, местный математик, мы с актеровных салон. Как называется, жампра математическая. Он назвал этот узор день и ночь. Как это интерпретироваться? У людей только есть вот эти временные рамки. Все остальное живого мира, только это есть день и ночь. Репортером мистикам он назвал. Это истинное, возможно, самое продвиженное лицо Аллаха или Бога. Через математику, через геометру, через эту бесконечность, через эти... Отделка всех строений. Галерей, террас, беседок, башен. Совершенно потрясающая и невероятно тонкая. Прямые линии. И создаем все эти квадратики, потому что это уже вращение квадратное. Давайте вы вращаете. Система полной симметрии. На фризе может... Изучено. Больше чем семи различных. Часто. Российские увольники, 15-ти увольники, да? Христикан. Малтика. 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 Где? Где? Не видите? А это его, да? Может быть, он на фризе. Боже, да. Пример такой, еще больше. И все, это в цветах, и везде задан ритм, как вы заметили. А там звездное небо. А там звездное небо, специальный заказ самого мира Лесуга-1. Я вам скажу, почему Лесуга-1, я вам это покажу. 30-40-й годы XIV века. Потолок натяжной, его смонтировали туда. Мы внутри башни высотой 45 метров. Это щиты деревянные, с каждой стороны по четыре щита, на которых собирали геометрические фигуры. Там 8017 на всех щитах, в общем-то, в сумме. А потом все это монтировалось на веру. Поэтому высота в купле есть еще 17 метров 10 сантиметров. Мы хватаем. Ставим вас, мы с вами сами. Даже что они приблизились к совершенствам, но все-таки совершенная вещь может быть. Только вот. Поэтому это как подпись было мастера, сделать небольшую какую-то пометку. Изъян какой-нибудь и оставить. Знатная семья. А я всегда говорю, ну вот объяснение нам дает. Знатная семья, как будто бедная семья может себе позволить в Карабельске дома. Это символ. Символа. Благополучие. Благополучие. Вот он. На среду очень хорошо написано. Нет, вы видели, кроме... Смотрите, вот это... Ах... Это словолакс. Правда ли? Вот он. Да? Очень просто. Это как J и W. Лаблак. Здесь именно... Здесь есть, да? Здесь и поэзия, которая рассказывает о доблестных победах предправителей. Здесь и Таран. Вот, например, над аркой, которой сидел Эмир, там 113-ая Сура Корана. Вот, видите, вот как prison, да, идет над аркой. Везде девиз. Здесь девиз, а там какой-то другой текст. Это предпоследняя Сура Корана. Защитная. От сглаза и самое главное, что? Зависть. Да, зависть. Да. При реставрации не добавили слова «зависть». Они сказали уже арабы. Нет, даже женщины, которые очень прошли арабские сихи, когда остались. Что-то они там крючок как будто не дописали. А там еще написано в этой части 67-я Сура Корана, Аль-Муль. Аль-Муль – это как правитель, Бог. Да. Там написано, что… Там она с вами прямо как говорит в Сура Корана. Посмотри несколько раз наверх, и ты увидишь свод без изъяны. Конечно, он не про это говорит, но они интерпретируют как раз тот свод, те семь небес, которые создал Аллах, как путь к трону Божьему. Вот это последнее небо находится как раз там, где вы видите купол. Там он вас ожидает. Каждое небо – это отдельный рай. Первый рай – это Айден. А вниз падение 70 лет. Айдем. Айдем. Айдем, Айдем. Айдем, Айдем. То есть… Там где… Там где… Да. Да. А основа та же самая. Они же… Да. Они как бы… Я последним только слышал в Турции. Раз это основа вот этот… Ислам же там. А потом они пошли и на Ирак, и на Сирию, и на Персию, и на Индию, и до границ Китая зашли. Очень быстро. Да. Написана поэзия Ибан Аль-Хатиба. Можете про него почитать. Очень интересный был персонаж исторический. Ну, можно сказать, один из самых великих философов, поэтов не только Европы и мира, а XIV века. Он был визирем Юсуфа I. Он здесь описывает красоту этого дворца. И в конце говорит, что это тронное место Юсуфа. Это говорит о том, что это как раз ближе к середине XIV века. Да? Все стоит. Смотрите, как отсюда звезды везут. Мне нравится вот этот кусочек. Не знаю, то ли из-за цвета, но кажется, что здесь краска чуть проявляется. Посмотрите, да, удалки? В XIV век сюда послы христианские доходили. Затемненный зал, цветные витражи за нами шелковые. Шторы закрывались, масляные лампы и цветные потолки. Забыли. Забывали, затем пришли. А здесь, смотрите, это точно управление на Меку. Это Мехрад. Мехрад – это алка. Акила – это стена, которая направлена в сторону. В Кордово-Поэте, в Кордово-Поэте, в Кордово там на юг направлено. Да. Потому что строили восьмые веки. А дуракмян первый, он как бы из Сирии пришел. Единственный практически выживший из всех амиядов. Их аббаситы вырезали и принесли в столицу халифата в Багдад. Длинное, получается, видео. Но ничего сильно вырезать не хочется. Потому что это останется на память о посещении Альгамбры. Возможно, кто-то еще посмотрит это видео и решит реально посетить это чудесное место. В бассейне мелкая рыбка плавает. Котик попил водички и пошел дальше, одним глазом посматривая на рыбок. Да. Это же старая философия. И вот она здесь как раз и представлена перед вами. Попробуем. Спасибо. Пойдемте. Пойдемте. Благогаски. Сегодня очень хорошим теме, как в основном. Вот, как в основном. Созданный рукой человек и всю жизнь там совершенную вещь может создать только воспользоваться. Стремитесь к их совершенству, вы его не достигнете через знание, через познание того, что создал Бог. Это их философия, это их нервозрение. Малайка Сена, честь которого назвали самой высокой пик Малайсен. Все это привело к тому, что его старшая жена Аиша восстала против него, от которого потом ругала своего сына. Начинают с Гражданской войны, и католический королев захватывает гранату. У них все долго длилось, лет 10. С одной стороны 10 на ложность, с другой 10 на ложность, он под пальцем шел, и они все в городе прыгали. Красиво так, как в олимпийских. Он им только апельсин бросал туда подальше, голь. Следующий зал, мы видим 124 колонны. Приплясуйте единичку, двойки и четвертую. В сумме получится число 7 и 5. Про Мухаммеда Пятого, наверное, расскажет Сибири. Он был другом Петра Жестокого, короля Кастилья, который решил себе построить Аль-Каса. Перестроить Аль-Каса, он уже существовал от мусульман, потом в готическом стиле он строил. А потом он туда готов добавить арабский дворец. Для себя, для христианского короля. И строили его местные мистера, с помощью местных мистеров. Он дружил с Мухаммедом Пятого. У них судьба даже была похожа. У него воевали перед своих сходных братьев. Он был с бастардами, а этот сходный братьев. Они друг другу помогали. Они играли только в шапки, на города. Здесь еще много городов, которые заходят. Заканчивается на De La Frontera. То есть на границе. Кереза вообще. Артур был в шапки. Это много, в шапки. Это конечно легенда, но думает. После двух дней отсутствия, Мухаммед Пятый возвращается в Аль-Гамбре. И мы садим в первой стойке из колесей. Помог вернуть в Детрум. Просто убив его родственника, который занял. Узурпировал власть в Аль-Гамбре. Кто-то не приехал. Аль-Гамбре. Взял большую стойку. Аль-Гамбре. Привез наборы в Севилье. Первый день очень хорошо было сказать. Он договорится, что он станет его басаном. А на следующий день он его заголовил. И вообще всех. 60 человек. Не договорились. Не договорились. Открыл. И таким углом. Помог Мухаммед Пятый вернул. Но самое интересное, что в этих сокровищах находился огромный такой размером глубинное лицо. Круги? Угу. Да? Черный пенчик. В этот момент шла война. Но по шелковому пути он дошел сюда. А потом попал вон. В основном он приносил неудачу. А вот. А вот. Есть английский крок. Есть английский крок. Потому что их уже, по-моему, дети были выданы за... 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 за Энрике. Гастардо. Который создал... уже... Он убил своего брата в этого периода, да? И стал правительницей. Я не знаю. Но вы именно считаете, что я забыла. И помимо португальцев, по-моему, еще и английский. Ага. 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 Ну вот такая получилась характером, а? Женщина. Да. Вот она мне почему-то в истории, она мне импонирует. Творик. Его фонтаном оригинальным, который оказался 12 лет. Причем он оригинальный. Из мрамов. Все вытеснение. Ну они же на ботиков похожи, они же на львов не похожи. Ну он, это все-таки исламский дворец, возможно, с этим связан. А может, это сибийские такие любые. А может быть, это даже 19 Калина Грайля, потому что до 2019 года во всех книгах, даже в книг 19 веке писалось, что это подарки евреи. Да? Еврейская община. Ага. Потому что есть поэзия, да? Я в сибийский веке работал, специальный вид привез стихи поэта Ибн Габерова, который жил в Малаге, который сюда приехал в 11 веке, еще альгамды не было. Зато здесь была небольшая крепость арабская, да? Сланка. И очень большой и красивый дворец одного самого богатейшего еврея в Испании, который был визирен в той династии, которая появилась здесь в 11 веке. Золотые деревья. Все это было украшено специальным золотом. Что ж нам здесь приезжать? Оригинальные ворота. Ну да, видно, что засекло. Только представьте себе на минутку, что все это было раскрашено и все это сияло различными красками. Это чудесно смотрится даже сейчас. В общем, если не при чем, это было политическое расправа. Причем он еще так описывает, он так, один из последних правителей Гранады, кстати тот, возможно, Мулей Фасен, который женился на молодой христианке. Он был такой воинственный, да? Он отсюда изгнал эту семью. Да. Вот здесь все мужчины отрубили голову так, вряд ли, выстрелом. Они сразу ушли через ночь, якобы. И направились в христианскую Испанию почему-то. Хотя родом были из Марокко. Засланные казачьи были. Кто знает? Хантальная чаша здесь выполняет функцию кондиционера. Охлаждает воздух. Охлажденный воздух выталкивает горячее, которое естественно доходит когда здесь жарко. Там там как разнорастаешься Breiberik. Каждый раз будет очень сложно, да? В risках. Уживаний. Уживаний. Тонкая работа. Унижается кода. Здесь же происходят в органга и в громаде, происходят внутренние ренессанс атмосферской архитектуры. Потому что здесь она докладывается в 15 веке. А из-за того, что мусульмане здесь удержали свою власть, они принимали все умы Ислама, Севильи, Великой, Искордовой и всех остальных городов. Здесь была очень большая миграция по тех, как сейчас у нас называют мозги. Количество королей якобы празднули победы над мусульманами, даже провели несколько ночей в этой части. Это все в исламском стиле, в арабском стиле, козьими шкурами, потому что мы нажимаем кровь. Здесь мы видим картины, которые выражены, нарисованы христианскими уложенными инсталетами для испанцев правительства. Мы с вами так скажем, самое то, что запрещено, в коронавирусе нельзя скульптуру делать, они должны стоять. А это уже потом запрещается. На кусках лошадиной шкуры изображены различные сцены. Здесь, наверное, строжка играет. Шахман, да? Лицарский поединок. Поединок, это как романс. Шахман, средневековый. Хотя, по-моему, восточный. По крайней мере, по тому, по-деревянному. Но он где-то 14 века. Картины, они по 15-го. И Юсип, где выезжает, это и Мухаммед Ислам. То есть, они в 15-м, а он все-таки 14-м. Дальше в 14-м веке. И вот первый Мухаммед Айвятов. Смотрите, как они не одевались, как они вообще выглядели. Вот тот ружебородый, это, возможно, Мухаммед Первый. В основном, это Мухаммед Айвятов. Которого Аллахмара называли. Я думаю, мне даже предполагировалось такого рода Аллахмара. Оттуда и название Аллахмара. В форме красного или все-таки красного рода. Почему они здесь? Ну, они же... У оралов, кстати, уже встречаются. Говорят, иногда они очень часто сахной красили. Да? Социальное золото, наверное. И здесь очень интересный такой момент. Посмотрите на этот герб. Это христианство. Это чисто христианское герб. Поэтому считайте, что... Выпух какая-то уже такое написано. Там написано на похожемой гербе. Да, на чертой фразы. Написано фраза арабская. Нет родителей когня Аллахмара. Это не значит. Это не значит. Марида Афашмин. Мухаммед Пятый. Произорист. Не знаю. Как мы говорим, он был... Здесь он у ритвика. Как называют? Кочерный. Да? В строительной форме. Все-таки христианский рог. Потому что он использует... Мы понимаем, да? И используют христианский кирп. Мусульман не был такого. Он не только вставляет там. Потому что это холос, а он здесь, например, использует христианский кирп. История. История. Как это вообще могло получиться? Серега. Да. А здесь мы видим на романс христианский, да? И с 3 дня шла конференция, когда они решили, что мы не нацелили. Все, что мы расставили, как раз, вот там, разные варианты. Ну, потолки реально еще, понимаете, а кромли и польки... Очень много... очень много текстов, которые, естественно, связаны с аллатным словом, с аллатным словом, с аллатным. Очень часто повторяется вот это слово на втором месте с первого. Он повсюду идет. Написано, аль-барака, 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 аль-барак. Он заряжает это положительной энергией, Потому что барака, ляль-барака, приводится как богословение. Также аляфия ходит, знаете, очень часто есть по здоровью. Ильдюм, например, так, относится к нам, и это уже удача. Голова кружится от увиденного. Заходим в львиный дворик. Бывает, там, на пятый ваш, а не помолвать. Это единый проект. Вот они, 124 колонны перед нами. Я работал с лидером ислама, Россия. А он говорит, что 124 тысячи еще было пророков, посланных богом за всю нашу историю. Не о всех мы узнали. Мы узнали только о нескольких. Это в Коране написано. Что есть? Райское место. А там горим. Все раз доказывает, что это райское место. И поощряло, что мужчина брал место, кто жил на мае. И он даже пошел. 5 тысяч, 416 отдельная категория. Адаранс. Так называют. Сам свой взял из флаксов, макарадов, лимон кардов, снимал бесконечности, снимал чего-либо, что он может увидеть, неприятнее возможности. Похозь за границей нашел газу. Небесники, которые выполняют все пространство. Цемь, цемь, среди любого класса газа. Это много. Все это стволы здесь много. В этом городе уже меньше. Театр, радость. Стволы вместе с мистикой. Это возможно также интерпретация пещеры Кира, которую Мухаммед получал первого правения. Мога через Архангела Дабраил. Ссылка на официальный веб-сайт Альгамбры будет внизу под этим видео или QR-код на экране. Здесь нам, ой, извините, пожалуйста, той стены, вот тех помещений не было, это была какая-то часть стены и все, открывались виды. Это вот сдвоенные, типичные окна в исламской архитектуре, не хватает, как бы, вот, видите, он с выступом, в принципе, окно должно чуть-чуть быть там, если что это делаешь, можно было посмотреть, кто стучится в дверь, например, или кто проходит, да, с решеткой, естественно. Вообще, этот дворец, наверное, это, знаете, как вылезанная коробочка. Стиль внутреннего дворика, кулатра в христианском монастыре. Вот таких двориков не было в исламском. Смотрите, вот приблесик, смотрите. Здесь поэзия говорит, что здесь женщины верят, что вы заглушите ваш ребенок, для этого обязательно не делали. Поэзия здесь идет по всем, можно сказать, по темпу. Средневековая, средневековая, азиатская, на планете. Пасы-то, да. Они, конечно, не особо хустроманы. В Солонске, да. Вот там сковородные. В Сибирске. Пасы-то, поэзия. Причитательные. Никакой выбор. Так вы знаем во многих местах, что значит, есть, потому что, как бы, изучал. Но что еще и прочитать, это уже классические, как бы, не говорят. Магратор как взят, а потому что, надо больше просить. Еще и его надо пояснить. Если, наоборот, это все. Начинается сцены. Вам перецы не нравится, да? Считательно. Не нравится. Почитайте о нем. Последний ползин. Субтитры делал DimaTorzok Это хурма. Фотографии на память о посещении Альгамбры. Если вы досмотрели это видео до конца, тогда вы герой. И вы можете смело подписаться на канал, если еще не подписаны, и нажать на колокольчик. Дальше будет еще много интересного и занудного. Вам будет интересно. Уверяю вас. Недостроенный дворец Карлоса Пятого. Здесь иногда проходят концерты и разные представления. Говорят, что здесь акустика хорошая. Но после всего увиденного нас он не впечатлил. Этот день не кончается Альгамброй. В следующей части вы увидите фламенко от испанских цыган, живущих в пещерах Гранады. Душераздирающее зрелище. До встречи в следующей части нашего путешествия из Англии в испанскую Андалусию.